Я хочу начать. Никто не говорит ни да ни нет, поэтому я начинаю. Я смотрю, Шимон там улыбается. В течение недели он превратил мечту провести конгресс в новом здании. Он превратил ее в действительность. Никто не думал, что это осуществится. Мы все здесь находились в центре группы, в общем ощущении. И самая дорогая вещь, которая есть у людей, которые учат каббалу, это то место, в котором мы встречаемся с Творцом. Моя единственная молитва, что мы возьмем вот это ощущение центра группы и не расстанемся с ним, а только расширим, раскроем его все более глубоко, все глубже и глубже, и это будет просто наша жизнь, центр группы. Саша, что ты думаешь об этом? Марик, я с тобой согласен. Я очень с тобой согласен. Я подумал, как мы поговорим с Равом на этом собрании товарища, завершающий наш конгресс. Я помню, Рав, вы много рассказывали о ваших поездках с Рабашем и очень много таких глубоких моментов вы получили именно в беседах, когда вы вместе с ним ездили. Я подумал, может и мы тоже будем как бы, будто мы едем куда-то сейчас и задаем вопросы Раву. Скажите нам, где мы сейчас находимся и что у нас по дороге? Мы видим на маленьких детях. Вы знаете, что я их люблю и люблю их приводить в пример. Дети не понимают, в каком состоянии они находятся. Для них все естественно. Так они разбиваются, разбиваются. И нет никакой мысли, в каком состоянии я нахожусь, что именно со мной происходит, почему, где, как. Ребенок слит с тем ощущением, которое сейчас властвует над ним. И это состояние катнута, состояние детей. Так же и у нас. Мы не можем контролировать свои состояния, мы их не знаем. Мы не знаем, в каком процессе находимся, в каком месте, на нашем пути мы находимся. Что происходит с нами, кто занимается нами. Противоположность детям. Мы не знакомы с нашими высшими папой и мамой. Мы не знаем их. И вот так вот разбиваемся. Но все-таки, в соответствии с теми самыми этапами, которые мы проходим, теми мероприятиями, событиями, которые происходят, мы видим, что мы важны. Творец обращает внимание на нас. Не спускает нас в глаз и возлагает на нас большую надежду. И действительно, мы видим это по нашему продвижению, в соответствии с тем, насколько мы хотим или не хотим. Кто мы на самом деле? Но мы становимся все более и более понимающими, осознающими, важными. я вижу это в еще более широком и целенаправленном виде. И действительно, я полностью все время получаю огромное впечатление от того, что происходит. с чего вдруг вы и я удостоились? Хотя так написано, что действительно мир будет таким, руководители будут такими. как по отношению к нашим сердцам, так и к чужим сердцам, как по отношению к нашей точке в сердце, атаке к сердцам людей. Это остается то, что остается делать. Вопрос, насколько это удастся сделать быстро и легко, насколько это легко и быстро произойдет, это зависит от объединения между нами. Я очень рад, что у нас произошел такой особый конгресс. Это тоже показывает на наше хорошее продвижение и на хорошее отношение свыше к нам. Через две недели мы продолжим это в Соединенных Штатах. Затем, еще через две недели после Соединенных Штатах, еще раз проведем подготовительный конгресс перед конгрессом в Красноярске. Вернемся оттуда, может быть, снова произведем подготовительный конгресс перед конгрессом в Санкт-Петербурге. Короче говоря, нам есть что делать, и, слава Богу, есть место. Это все для того, чтобы ускорить время. Потому что я гляжу на это очень серьезно. И вы понимаете, это тяжелое усилие и нелегкое усилие и для нас, и для семей, для наших женщин, и для нас, для всех наших групп во всем мире. Но именно с помощью этого мы придем к Ахишену. Я не раз говорил, что Рабаш, кроме того, что он обучал нас, он обучал нас идти домой и возвращаться. Ты идешь домой на час, возвращаешься. Идешь на два часа, возвращаешься. В субботу. Ты приходишь рано-рано утром, практически в два часа, в два часа ночи, до 10-10-30. Ты находишься в... Ты учишься, потом возвращаешься домой. Насколько? Часа на два, потом урок. Ты возвращаешься домой в 11, в лучшем случае. Даже в 11-30. А в два часа уже урок. С двух до четырех урок идешь домой. Когда ты возвращаешься, возвращаешься в 5-30. Вот так. И это было намеренно, намеренно. Это приучает человека, что ты уходишь, чтобы вернуться, чтобы тебе было ясно в голове. И это в течение лет производило такую привычку, что нет проблемы. Ты идешь и возвращаешься, идешь и возвращаешься. Ты дома не отдыхаешь. Ты присутствуешь какое-то время. для тебя это такое временное жилище. Ты там как гость. И возвращаешься. Это не просто. То есть, это не просто так. Это намеренно, чтобы человек приучил себя, что у него есть место, где он должен быть. Это его истинное место. Там его душа. А дом... Ты туда приносишь зарплату. Немножечко внимания, насколько ты в состоянии. Но, собственно, твоя материальная работа там, где ты работаешь, а духовная здесь. Поэтому мы постепенно привыкнем к такой работе. И я очень рад, что у нас вышел настолько удачный конгресс, очень сконцентрированный, очень по делу, деловой. Он очень сильно нас продвинул. И все наши товарищи, которые были с нами по всему миру. И я сожалею, что еще многие не присоединились с нами. Я надеюсь, что в следующий раз те, которые не были с нами, они будут с нами. Они исправят всякие свои условия и будут с нами вместе. И тогда мы продвинемся еще больше. Песня. Субтитры создавал DimaTorzok 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 «Субтитры 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 создавал DimaTorzok Все это не считается, чтобы ты знал. Не считается. А что считается? Только мысли, намерения, разговоры. Все совместное. Это просто чудо. Я могу даже глупости говорить с другими, с моими товарищами. Это воспринимается в духовном. Это записывается на века. Если я один, как Эйнштейн, там, не знаю, могу, раскрываю, страдаю, на каких-то пространствах витаю. Там тысячи парсаот летают туда. Ничего не стоит. Понимаешь? А что с тобой, как правило? Ну, давай. То, что вы сказали. Нет, серьезно. Я хочу, чтобы мы знали, что на самом деле это правильно. Человек проходит множество страданий на протяжении тысяч лет. Я как раз почувствовал это на этом конгрессе много раз. Тысячи лет мы страдаем. И это все считается как неживое растительное животное. Это не равно человеческому уровню. И только если ты вместе с товарищами страдаешь или радуешься в направлении объединения. Даже без Творца ты еще не знаешь, кто он и что он. Но в направлении объединения. Это считается продвижением и записывается в твоей душе. Душа — это общая клика, как говорит Баля Сулам, что есть только одна душа на всех. И поэтому мы должны раз и навсегда понять. Такие конгрессы, объединения подобного вида — это и есть вечный вклад. Все остальное сгорит, как скоро доллары сгорят. Ниф, пару слов. А вопрос-то какой? Ну расскажи нам, как ты в одиночку учишься, как ты думаешь в одиночку, как ты страдаешь. Расскажи. Что я скажу? Скажем, до того, как ты пришел сюда. До того, как я пришел. Да, да, да. Это проще будет. Ты же тоже искал, ты тоже спрашивал. Да, да. Я ездил в различные путешествия. Уезжал на несколько дней в пустыне, уединялся там. Посещал могилы праведников, молился. Обещал, кричал к Творцу, обещал, что я буду помогать ему. Но в лесах сидел. И все это изменилось. Вся романтика улет училась. Я бы сказал, что не романтика ушла, а ложь ушла. Ложь ушла. Благодаря товарищам. Благодаря тому, что у меня есть пример товарищей. Я смотрю, я вижу их и учусь. Учусь, что такое слияние, что такое самоотмена. Что такое самодача, преданность. Если я что-то сейчас дал, то у меня есть пример товарищей. Я могу назвать имена этих товарищей. Это облачено в материю. Итак, я расту рядом с ними. Лыхаем. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Конгресс закончился или с нами есть что делать? Я не чувствую никогда, что что-то заканчивается, потому что моя работа продолжается. Если мы сейчас поднялись на ступень ИБУРа, теоретически, мы немножко почувствовали, что для этого необходимо. Все компоненты, само понятие ИБУРа, зародыша, мы почувствовали. А теперь необходимо продолжать это. Я не чувствую, что это закончилось. Что закончилось? Завтра новый день, но он не новый, это продолжение. И необходимо продолжать до тех пор, пока мы действительно не придем к реализации ИБУРа во всем, что требуется. И я очень надеюсь, что это вскоре с нами произойдет. Мы продолжим то же самое на всех ближайших конгрессах и в периодах между конгрессами во всей нашей учебе. Мы просто видим, что эта тема, она перед нами. Это событие перед нами, мы должны его реализовать. И это первая ступень. И все остальные ступени, это тот же самый ИБУР, только на более высоких уровнях. У тебя все время растет желание, проблемы, вопросы, и ты над них производишь самоотмену, самоотмену, самоотмену. Так это происходит. Потом у тебя будут стадии яника, вскармливания, махин, взрослые состояния. Это все самоотмена, самоотмена, самоотмена. Ты вот так вот отменяешь себя. Вот и все, всего-навсего. А сейчас что происходит? Сейчас, я думаю, что мы получили первичное впечатление от всех компонентов пути. До сих пор этого не было. Сейчас мы приобрели эту сумму всех условий, всех компонентов, всех деталей этого состояния ИБУРа. И мы много раз слышали, что это самое главное. Кроме этого, ничего нет. И если мы отменяем себя в каждом состоянии, что бы ни было, этим мы продвигаемся в пути. по отношению к тому, что нет никого, кроме него, творится доброе творящее добро, группа и так далее. ЗОН ДАРКЕЙНУ И АМНАМКАША РАК ЕГИАТ ЭЙНУ ТАНЬЯР ГАША АМНАМКАША РАК ЕГИАТ ЭЙНУ И АМНАМКАША РАК ЕГИАТ ЭЙНУ И АМНАМКАША МИ СבИ ПБУЦА ТОМЕХЕЛ Ковод михазекет Мишель миха пестамелек Них нас летуха И шаруа Эшбил то хриво Мишта леви смоа Великуда трапо Он знает И поем кирпича Мишель михазекет Бехизухи рам Мишель миха пестамелек Них нас летуха Мишель михазекет Мишель михазек Мишель михазек Мишель михазек Мишель михазек Мишель михазек Мы знаем, что очень легко спрашивать вопросы Рава, что нам делать. Поэтому мы спрашиваем, и мы обращаемся ко всем, кто находится здесь, все, у кого есть внутреннее воодушевление, все, кто хотят поделиться, дать свое зернышко, положить его в центр группы. Поднимите руку, возьмите микрофон, поделитесь. Давайте начнем создавать и поддерживать центр группы. Был вопрос, у меня был вопрос, что делать, что Конгресс закончился. На самом деле, у меня не было даже ощущения, что он начался в какой-то момент. Я себя поймал на мысли, что я не чувствую времени. Я не знал, сколько времени занимает урок, час или минуту. Я все время думал, что, когда мы были на севере или в пустыне, мы искали там какое-то место. На самом деле, не важно, где север. Здесь тебе и север, и юг, и выставочный центр, все здесь вместе. Это чудо. Нет пространства, нет времени. КОНЕЦ Друзья, вы самые великие в человечестве. Ощущение, что не надо больше заботиться о себе, потому что вы все осуществляете условия поручительства. Как сказал наш товарищ, точка объединения, где нет пространства, нет времени. И единственная действительность – это только товарищи. Не хватает слов выразить это объединение с товарищами, с РАВом. И теперь то, что мы сделаем, мы продолжим нашу работу. Мы протолкнем себя дальше в центр группы и вместе создадим хиссарон, общее кли. Вместе, я уверен, мы добьемся успеха. Вдыхаем. АПЛОДИСМЕНТЫ Я хочу сказать так. Мы здесь два дня на конгрессе. был тяжелый конгресс, плотный, где было много нового, и требования от нас было серьезные. на уроках ли, на семинарах ли. Темп возрастал. Было тяжело отвечать на вопросы. Каждый вопрос был такой, что отвечать нужно было и из сердца, и из чувства. Из разума невозможно было на них ответить, только исходя из чувств. И этому конгрессу не два дня, а ему десять дней. С момента, как мы начали выяснять на всех утренних уроках, как сделать, и все эти критерии, и все эти сомнения. То есть здесь не достает тысячи человек, но из-за недостатка места здесь сколько там, 600-700 человек, не знаю. Вчера там крыша была вся полная спящими, мне казалось, что места не хватит. То есть последние десять дней, когда мы сомневались и принимали решение, Творец все подвел к тому, что мы оказались здесь. И должна быть радость и ответственность, что на нас очень большая ответственность. Многие хотели быть здесь, и не получилось у них. И для нас это не просто подарок, а ответственность. Я знаю, что мы отсюда разойдемся, и, может быть, кто-то упадет, у кого-то упадет настроение. Но мы обязаны поддержать и израильское и мировое клей, и вообще всех. А еще хочу добавить про женское клей. Я вижу десятки, сотни мест по всему миру, когда женщины сидят и наблюдают за нами. Минута в минуту они следили за всеми нашими уроками и трапезами. То есть я напоминаю, что у нас очень большая ответственность. Мы должны не опускать руки. И даже если почувствуем какое-то падение, мы обязаны продолжать набираться сил и поднимать все мировое клей. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Друзья, для меня этот конгресс, это конгресс, что на нем мы получили огромный подарок. Мы прошли огромное взросление. Я спал ночью и проснулся за два часа до подъема, потому что мое животное просто не смогло столько спать. И я выхожу на улицу и вижу там Виктора и Зива. Они сидят и разговаривают. Я спрашиваю, о чем вы говорите? Они говорят, мы как раз говорили о тебе. И я спрашиваю, это было связано с тем, что произошло на уроке, перед тем, как мы пошли спать? Мы там говорили, что наша огромная возможность думать все время о товарищах. Мы все время встречаемся с товарищами и друг с другом, все время мы встречаемся, и незачем делиться на десятки, сотки, не знаю что. Мы все время получаем возможность думать о товарищах, думать друг о друге. Думать друг о друге, чтобы мы пришли, продвинулись. И вместо того, чтобы использовать обычную... Обычный подход. Надо думать, что твой товарищ тоже думает о тебе. И это огромное впечатление. И сейчас на последнем семинаре, когда Раф спросил, что такое личное управление. Мы все время думаем, что личное управление – это значит, что мой кто-то управляет. Личное управление – это значит, что мы можем управлять своими товарищами, думать друг о друге. Это подарок, который дан нам. И я уверен, что эта группа, о которой Раф мечтает, она поведет вперед мир. Мир нуждается в этом. И нет никакой иной возможности. И лыхаем нашему великому Рафу, который ведет нас шаг за шагом. И мы все придем к личному управлению. Лыхаем, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok 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 И для нас, для всех участвующих и, соответственно, разъезжающих в свои регионы, места, города. Актуальность того, как быть, как воспринимать 99%, стоит как никогда важна. Ваш вопрос на последние семинары, что мы друг другу посоветуем? Как нам быть с 99%? Я получил, извините, я получил от товарищей советов. А какой Ваш совет? Как пронести бетоль из этого Конгресса через 99%? Мы должны отменить себя. Как относить наших детей? То есть всего мира, так и относительно Творца, наверх. То есть как вниз, так и наверх. Если мы сможем отменить себя, то мы выполним нашу функцию, нашу роль. И поэтому, что я прошу и чего я ожидаю от вас, так того, чтобы вы начали вырабатывать методику по исправлению мира. Мира. Не групп Бнебарух, не Кабалы и даже не поручительства Арвута, а методику исправления мира, подходящую для предоставления разным народам и партиям, и правительствам и так далее. Это то, что мы должны делать. Я готов об этом говорить, но писать должны вы. Как я и сказал, если вы это сами не сделаете, вы не сможете передать дальше. Отмена себя должна быть и относительно высшего, и относительно низшего. И так на каждой ступени. Так она должна себя ощущать. Нижняя ее половина, гальгальтайнаем, относительно хапа высшего, а нижняя часть отменяет себя относительно заботой о нижнем. И таким образом каждый отменяет себя, кроме клепотного, то, что называется среднее третий ферет, только аэта остается в каждой ситуации. Это то, что существует в духовном. Все остальное — взаимовключение. И тогда все включаются в одну душу. Когда мы говорим из центра группы, то нет проблем, потому что нет эго. Я бы хотел Элевинакура не переводить, а от себя, от сердца сказать пару слов. Я не ждал этого. То, что я спросил, что добавил тебе этот конгресс? Отвечай. Что добавил мне этот конгресс? Этот конгресс добавил ощущение, что, как мы слышали на одном из уроков, что Убар — это наше совместное состояние. Это очень тяжелое состояние для человека, особенно для такого городеца, как я. Тяжело почувствовать, что духовное — это не он сам, это все товарищи. Что духовное находится среди товарищей. Это очень тяжело воспринять. Это легко произнести словами, но очень тяжело это воспринять. И этот конгресс нанес еще одну царапинку по каменному сердцу. Что действительно нет никакой иной действительности, кроме как товарищи. И что товарищи думают о тебе все время. И что единственная вещь, которую тебе надо сделать, — это думать о товарищах, которые все время находятся в этом состоянии. И все время ты единственный, который сверлит дырку. И когда ты сидишь до трапези, общаешься с товарищами, величие товарищей — это самая болезненная вещь для человека. Когда он чувствует, что они большие. Это происходит, но всех... Он чувствует, что всю свою жизнь он пытался стереть своих товарищей. И на конгрессах он видит, что они говорят, произносят слова Творца. Это еще одна царапинка, которую нанесли. Что в товарищах находится духовное. И что в их усилиях, в их самоотмене по отношению друг к другу. И чтобы добавить, что духовное раскрывается не в тебе, а в них. И ты видишь, как они себя ведут, с какой самоотдачей. И каменное сердце все время, левый эвен все время защищается против этого. Приходит свет и раскрывает, и сразу защищается, и закрывается снова. То есть это работа постоянная. Я надеюсь, что мы доставим Творцу удовольствие. И мы почувствуем, что это вне нас. Я уверен, что нигде, кроме этого, ни в чем, кроме этого, нет жизни. И самое... И необходимо следовать всему, что говорит Раф. Потому что то, что он говорит, это слова Бога Живого. И я уверен, что мы придем к этому. И что только в товарищах, мы найдем силу, с помощью которой это все произойдет. И вы действительно величайшие в поколении. И от вас зависит вся эта действительность. Субтитры создавал DimaTorzok 88. 88. КОНЕЦ 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 Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! 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 Подготовка к уроку 2.45! Добро пожаловать в наш канал! Добро пожаловать в наш канал! Спасибо! Спасибо!